Екатерина вторую неделю болеет коронавирусом. Сейчас чувствует себя намного лучше. Высокая температура ушла. Правда, в последнее время заметила, что болезнь проявилась и внешне. Кожа лица и головы стала сухой, а волос на расческе остается гораздо больше обычного. Это произошло с такой проблемой, что начали выпадать волосы не просто, допустим, обычно, как у девушек выпадают, допустим, сезонно, а это страшно расчесываться прям, потому что прям сладкий волос. И как теперь с этим бороться, я не знаю. Екатерина не первая, кто теряет волосы после коронавируса. По статистике, с этой проблемой сталкивается почти половина пациентов. И от пола и возраста это не зависит. Но к трихологам чаще всего обращаются именно женщины. Масштаб проблемы пугающий. Выпасть может до 70% волос. И к этому приводит несколько причин. Прежде всего, это высокая температура, которая может длиться неделями. Это мультисистемное воспаление организма, которое вызывает коронавирус. Это спазм капилляров, микротромбы. То, что приводит к нарушению кровоснабжения волосяного фолликула, нарушает его фазы роста. А после коронавирус сбивает процессы роста. Жизненный цикл волоса состоит из трех фаз. Фазы роста, переходные фазы и фаза покоя. Ее еще называют фаза выпадения. Она наступает у каждого волоса по-разному и длится тоже разное время. Но из-за коронавируса большая часть волос синхронизируется и вступает в последнюю фазу одновременно. А это значит, что и выпадать они тоже будут вместе. А это толкает девушек на экстренные меры. Например, наращивание. Эта процедура, отмечают в барнаульских салонах красоты, становится популярнее обычного. Однако за это возьмется не каждый мастер. Луковицы и так слабые. Мы на них повесим еще один вес и еще больше спровоцируем выпадение. Мы полностью исключаем какие-либо химические процедуры, как окрашивание, осветление, кератин. В таком случае врачи не советуют заниматься самолечением и назначать себе горы витаминов. Лучше обратиться к специалисту. А еще они успокаивают. Волосы могут восстановиться и естественным путем. Но после коронавируса нужно им помочь. Питать кожу головы и на время отказаться от фена, утюжков и покраски. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком.